Всем привет! Я приехала вновь в Горячий Ключ, чтобы начать своё восхождение на очередной хребет. Это хребет Пшав. Я добралась до вот этого самого места. Это у нас Заречье, вроде как. Это микрорайон Горячего Ключа. Я доехала на Блаблакаре, и меня вот здесь вот высадили. Здесь получается ЖД пути, и дорога идёт дальше на море. Вот. Я сейчас пойду прямо по этой улице, и уже затем буду сворачивать на нужный мне маршрут. Весь маршрут занял у меня 13 километров от микрорайона Заречья до станицы Пятигорской. Максимальная высота 431 метр на хребте Пшав. На маршруте две водные артерии. В самом начале пути, ручей Бабакова щель, и в самом конце, река Тлябгу. Отсутствие источников воды по пути делает этот маршрут менее привлекательным. В этой части Горячего Ключа я никогда не была. Вот какой-то автобус идёт. Я знаю, что до сюда можно добраться из самого города. На автобусе вроде как пятёрка. Да, действительно, пятёрка. Вот. Интересно посмотреть, как люди здесь живут, какие здесь домики. Вообще, наступила прекрасная погода. Ещё лучше даже, чем было на прошлых выходных. Весна берёт свои права. Солнечно начали цвести все цветы. Посмотрите. Ой, какая красота. Знаете, как пахнет на улице. Идём до какого-то старого кладбища. А затем уже будем сворачивать на местную речушку, ручей. А здесь, кстати, даже дома встречаются деревянные. Это, кстати, редкость для югов, потому что в основном мазанки. А хотя здесь просто обделано деревом. Такие вот улочки, такие вот домики здесь. А здесь мы с вами идём прямо. Дома, получается, расположены по увеличению номеров. Вот. Интересно, будут ли в лесу вот такие вот деревья. Хотелось бы идти и дышать вот такими сладкими медовыми ароматами. Да, действительно, видите, такая речка. Надеюсь, что выше в горах они не будут настолько полноводными, чтобы я смогла вообще их перейти. Вот она оттуда, с стороны гор, получается, течёт. Прошла я уже кладбище, и появились высоковольтные провода. Вот. Видите, идёт дорога, получается, прямо. Она идёт на Золотую гору. Это то ли микрорайон, то ли это деревенька. В общем, нам не туда. Мы будем сворачивать налево и вот туда идти. Вообще, есть несколько путей, как добраться до Пшафа. Я выбрала для себя идти по лесу, а не по жаре, не вот по этой просеке, так скажем. Вот мы сюда сейчас сворачиваем. Да, в грязь тут, конечно, делать нечего. Всё размыто. Вот. Получается, вы можете идти прямо, вот, либо сворачивать направо. Со мной вы будете сворачивать направо. Здесь какой-то вот ручей, достаточно мощный, и вот здесь очень глубоко. Вот он течёт с той стороны. Чтобы вы понимали, насколько это неприметная тропинка. Я даже сначала немножко не туда свернула. Вот. И вот пока мне она не очень нравится, потому что очень много роз, которые зацепляют меня за ноги. Справа вот этот ручей течёт как раз. Но это прям совсем дикая. Какая-то тропинка, дорожка. Видно, что она есть, да? Но чтоб был какой-то туристический маршрут, вообще абсолютно не похоже. Очень жарко стало. Прям вообще, я сейчас даже кофту вот эту свою сниму. Невозможно уже идти. Ну, вы видите, да, насколько она заросла. Приходится лавировать между деревьями. Дорога до Бабаковых скал неприметная, а местами и вовсе пропадала. Приходилось делать каждый шаг, смотря на карты. В этот раз я с собой взяла тонкий термоз с горячей водой. И не брала бутылку обычной холодной воды. Поэтому придётся какой-то тактик. Спасибо вот этим местам за то, что они мне дают силы двигаться дальше. Вот разве это всё не может быть прекрасным? Разве вот это всё не может себя подвигать на новые-новые цели? Новые походы? Постоянно хочется куда-то идти, идти, двигаться на кобиковые места. Идём дальше. Иду я, делаю шаг, и вокруг постоянно что-то разбегается, что-то шуршит. Оказывается, здесь столько ящериц. Просто вообще. В прошлый раз не было в том лесу, на той горе. А здесь прям живая настоящая природа. И всё от тебя разбегается, всё от тебя боится. Птички поют. Маленькая синичка. Меня провожает. О, на солнышке, видите, ещё больше примул. Ручей, кстати, разделился на две, на два рукава. И вот внизу один течёт, а мы потихоньку поднимаемся наверх. Подъём очень плавный. И поэтому достаточно просто идти. Тропа, к сожалению, теряется. Вообще какое-то бестропия полная. Вот. Но дошла до каких-то каменных выступов. Скалки какие-то маленькие. Вот они как раз. Мхом обросли. Вот они. Интересно, можно ли забраться на них? Наверное, можно. Вот получается такая гряда скал. Я, кстати, добрала из двухбоковых скал. Тропа так и не была мной найдена. Сейчас буду подниматься наверх. Посмотрим, что видно оттуда. Устала я немножко, конечно. Жарко очень. Обещали сегодня 20 градусов. Думаю, даже поболее. В общем, вот они сами скалы. Можете их видеть, лицезреть. Такие большие, конечно. Люди опять сделали какие-то надписи. Юра, Андрей. Оставляют воспоминания о себе, что они здесь были. Надо будет сейчас где-то найти себе место, чтобы покушать, попить чай. Вообще жажда уже замучила. Честно говоря, пожалела, что не взяла бутылочку холодной воды. Сейчас посижу немножко, отдохну, остыну. И тогда уже можно будет чай горячий пить с петербродами. Чтобы были силы. Ох, ящерки. Они так быстро бегают, их вообще невозможно поймать. Вот она сидит. Какая красота. Я так рада, что я сюда попала. А сейчас я буду на самой вершине. Аккуратно. Аккуратно. Вау! Вот это да! Все хребты же видно. Настало время, конечно же, подкрепиться. Так, сначала, наверное, резать стоит. Вообще не могла найти нормального дерева широкого, чтобы более-менее не так солнце светило. Вот, чтобы присесть, поесть. В общем, буду как-то тут пытаться сообразить. Так. 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 Очень воды на пути не хватает. Вообще. Сейчас бы там руки ополоснуть, умыться бы. А нет воды. Нигде нет поблизости ручьев никаких. Они все обходят эти горы. Так. Что можно резать? Путь-то тоже не близкий, поэтому... Тут я что-то, конечно, видела же маршрут. Все планировала. Подумала, да ладно. Что там? Вода-то. 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 Ну, там уже, не знаю, конечно, через сколько километров, но ближе к вот этому хребту Пшав, недалеко от самой дороги, от тропки, будет какая-то балка, какой-то ручей. Вот там надо напиться прямо вдоволь воды. Вот. Потому что все равно идешь-идешь и хочется воды именно. Воды холодной. То, что есть у меня чайник, это все, конечно, замечательно. Вода только горячая. Вот. Вот так вот. Сейчас буду наливать. У меня там вода обычная и этот чайный пакетик с собой. Так. Открывать. Ничего себе, я закрыла. Мощно я закрыла. Вот это да. Видимо, хотела, чтобы я не открыла сама. О, наконец-то. Дядечка. Закрываем сразу. Как в сторонке. Так, а куда я чайный пакетик? У меня он в портфеле. Вот, пакетик. Так, все в корман. Так. Ладичечка. Ой-ой-ой, какая горячая, слушайте. Даже это нагрелась крышка. Ой-ой-ой. Поставить бы куда-то. А куда? Ладно, пусть сейчас пока заваривается. Хорошо. На природе все всегда в два раза вкуснее. И аппетит всегда такой, муф, зверский. Ммм, прям вообще так хорошо. Первый привал я сделала прямо на бабаковых скалах. Однако, лишь позднее я увидела более подходящую для этого полянку, в урочище сад бабаков. Но там уже не стала останавливаться и пошла дальше. Тем временем я добралась до какого-то соснового леса. Тут такой запах. Вообще. Хвойная свежесть. Везде шишки валяются. Под ногами хвоя. Просто сказка. Кстати, дорога стала очень хорошая. Прямо даже для машин. Не знаю, куда она выводит. Где-то я там вот точно свернула не в ту сторону. Вот. А так. В некоторых местах, как подниматься на гору бабаков, бабаковые скалы точнее, там получается даже на деревьях отметки есть. Ну, главное, если ты идешь с этой стороны, ты эти отметки видишь. А если ты идешь, как я, то их не видно. Видимо, какой-то маршрут, он начинается вот оттуда, с Пшафа. А потом туда выводят, уже в Заречное. Ну, ладно. Пойду дальше. Дорога от хвойного леса до хребта это обычные лесные тропы. Когда я преодолела высоту в 300 метров, я лишь изредка среди деревьев видела дома населенных пунктов. Видимо, это был горячий ключ. В лесу вообще абсолютно нет никакой влаги. Вот единственную лужу нашла, и вы знаете, что в ней? Икра лягушек. Тут тысячи икринок, посмотрите. Только когда ты останавливаешься, чтобы перевести дух, ты понимаешь, насколько здорово оказаться в лесу, вдалеке от цивилизации, где есть только ты, природа, вот, птички, светит солнышко. Когда ты бежишь на гору, или ты бежишь с горы, то тебе жарко, тебе тяжело. Но как только ты останавливаешься, ты ловишь на себе вот этот едва уловимый ветерок. Ты вдыхаешь полной грудью, просто отдыхаешь. Я уже вижу хребет Пшав. Я сейчас нахожусь на противоположной горе. Думаю, что скоро будет где-то переход. Очень, конечно, надеюсь, что мне не придется спускаться с этой горы, чтобы подняться на тот хребет, что переход будет примерно на том же уровне, что эта гора. Она где-то чуть больше, чем 300 метров. Пшав у нас. Он вообще разной высоты. Но туда, куда я иду, там 430-450 метров. Это чуть больше, чем хребет Котх, на котором я была в прошлый раз. Но, честно говоря, пока ощущается намного проще подъем. Но сам маршрут нелегок, повторюсь, тем, что нет воды. Там было у меня раздолье с водой. Там я могла пить сколько угодно. Постоянно подходила к родникам, постоянно наполняла свою бутылку. А сейчас я уже несколько раз по пути останавливалась и практически выпила всю воду из моего термоса. Жду ручейка. Жду, когда до него доберусь. Эти места оказались по-настоящему дикими. За 8 пройденных километров я не встретила ни единой души. О непопулярности маршрута говорило отсутствие меток на деревьях и местами еле заметные тропы, которые то появлялись, то исчезали вовсе. Я знала, куда я иду. Я подготовилась. У меня был четкий маршрут. Я его придерживалась. И, казалось бы, ничто не могло пойти не по плану. Но когда я оказалась у последнего подъема на хребет Пшав, случилось то, о чем я даже не могла представить. Я уже добралась до урочища Горлова. Где-то здесь должен быть источник. Вода. Вы слышите? То ли собака, то ли кто. Я видела, что кто-то пробежал по склону. Противоположному. Это уже Пшав. Знаете, такой еще звук странный был. Я, честно говоря, немножко озадачена. Я видела кого-то пробегающего вот на том склоне. На четырех лапах. Я больше никого не вижу. У меня есть вариант. Я сейчас, конечно, никого не пугаю. У меня у самого немножко сердце в пятки ушло. Но мне кажется, возможно, это был кабан. Потому что он так вот пробежал. Такое было ощущение, что это что-то большое. Ну, вряд ли медведь как бы. Я сейчас еще увидела след. Если кто-то разбирается, может быть, скажет. Похоже вот на копыта какое-то. Вообще, очень много здесь следов собачьих. Видимо, здесь ходят охотники. Здесь охотничье хозяйство. Вот. Но следы все старые. Они не свежие. Вот. Ну, что это там такое пробежало? Причем два раза кричало. Я испугалась не на шутку. Вот здесь вот есть ощущение, что это настоящая дикая природа. Лишь через несколько дней мне удалось узнать, что это был не кабан, не медведь и уж тем более не собака. Это был самец косули, который, увидев меня, подал клич остальным, как бы предупреждая об опасности. К моему большому сожалению, я не нашла источника, не нашла воды. Воды у меня вот так вот очень мало. Пить очень хочется. Я даже не знаю, как распределить эту воду. Я не знаю, там вот столько, может быть, осталось. Я даже не вижу, потому что это термос. В любом случае надо попить, потому что жажда уже замучила. Вот я на вершине хребта Пшав. Здесь действительно охотничье хозяйство. Написано охотничье угодья Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов. Хозяйство Ставропольское. Охота без путевок запрещена. Горячее Ключевское охот угодья. Участок второй. Бррр. Номер семь. Не знаю, что такое бррр. Вот так вот. Так вот выглядит сама вершина хребта. Дороги в ту сторону, на трассу М4, а это дальше вглубь. Я добралась до скалы Белая Латка. Здесь вот такая вот небольшая смотровая площадочка. Лежит бревно, на котором можно посидеть и посмотреть на горные вершины, на хребты. Внизу, кстати, находится какая-то полянка. Она очень зеленая и выделяется среди деревьев, которые ее окружают. И здесь видна часть станицы Пятигорской. Это то место, в которое я буду возвращаться. Я решила не идти по тому же пути, потому что в этом смысла нет. Ближе Пятигорская. Вот. Я буду спускаться с хребта именно к ней. Когда я добралась до этого места, на полянке сидел парень и девушка. Они сразу меня угостили чаем, предложили шоколадку. Я не отказалась. Спасибо им, конечно, за это. Вот. Они меня еще водой напоили. У меня вода закончилась, я так пить хочу. Вот. Но сейчас у меня есть чаек. Жду, когда он более-менее остынет, чтобы можно было его попить. А так сижу, наслаждаюсь, отдыхаю. Греюсь на солнышке. Красивые, конечно, здесь виды. И вот эта вот обзорная площадочка, она станет вишенкой на торте моего путешествия. В принципе, в этой части хребта больше ничего такого нет. Уже, кстати, более-менее чай остыл. Хорошо. Красиво, конечно, выглядят все эти хребты. Они, знаете, как будто так немножко в тумане. И похожи чем-то на волны. Завораживающее, конечно, зрелище. Спуск до Пятигорска оказался достаточно простым. Я очень быстро оказалась у подножия хребта и попала на зеленую поляну. Вышла я в итоге на какую-то полянку, такую же зеленую, которую я и видела сверху у хребта. И сейчас до станицы осталось совсем немного. И я слышу, какие-то колокола доносятся. Странно. Интересно, конечно. Здесь рядом должна быть речка. Ручеек. Сейчас посмотрим, пересох не пересох он. Ручеек. Звон, конечно, прикольный доносится. Знаете, вот среди леса как будто колокола. Это вторая река на моем пути, она находится прямо около станицы, но на самом-то деле она мне больше в принципе не пригодится, потому что уже солнце садится и я уже буду отправляться домой сейчас. Вот как-то так и завершилось мое сегодняшнее путешествие. Вода горная, вода, как всегда, холодная и очень чистая. Интересно, кстати, это совсем деревня-деревня или такая более-менее станичка. Сейчас пройдем посмотрим. Видите, какая красота на деревне. вовсю цветут. Какой аутентичный мостик через речку. Блин, прикольно. Сейчас у местных спросила, ходит ли от них вообще какой-нибудь автобус там до горячего ключа или до Краснодара. Они мне сказали, да, иди прямо. Сейчас отходят, 32 рубля стоят. Ну вот, поспешу сейчас. А не маленькая такая станица-то. Уютненько. 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 Газовый колонн Весь план в базе Дворничный аппарат А вы до автовокзала едете? До автокассы Сейчас подождите 3, 6, 68 Сейчас 5.30 ушел 6 часов бесполезно еду в автобус Сказали, что уже автобусов нет Но мы-то знаем, как уехать Дворничный аппарат Дворничный аппарат Дворничный аппарат Дворничный аппарат Дворничный аппарат Дворничный аппарат Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok